вот такой вот обед вот на эти дома мы сейчас будем разносить такие ламинаты эти четвертый этаж максимум четвертый этаж как бы крыша большая стройка коттеджный район нас 8 человек в бригаде ну чё подписчики вот я короче вы же говорите что я типа толстый ленивый работа настройки работаем с паркетом работа хорошая заплатят 120 долларов до 120 заплатить 100 долларов до трех работаем уже больше половины сделали а время 10 работаем потихоньку не рвем попу в среднем ну и сбрасываю вес как вы хотели надеюсь я удовлетворил ваши ожидания ребята тут короче попал я на такую работу думал здесь конская работа щас буду потеть короче в поте лица а получилось все наоборот я конечно извиняюсь да что что я это попалась не такая работа легкая задача в том чтобы занести в одну квартиру паркет и сидеть отдыхать сколько мы отдыхаем сегодня вот видите минут 40 нас тут четверо мы одну квартиру занесем на одну квартиру надо занести 30 коробок паркета на четверых 30 коробок занесли в четвером на одну квартиру и по сколько отдыхаем вот по полчаса я не вру я вам серьезно говорю потом скажите что я ленивый но работа такая в корее вот вот хочу я похудеть вот как вы просите меня а не получается но следующий раз я вам все я вам отвечаю я найду конскую работу где буду потеть и худеть ладно короче три квартиры закидали на спортом заниматься вы правы оказывались оказались надо было вас всех заблочить ну ладно я прислушиваюсь к вашему совету видите мне все эти будут пить не буду пить не буду короче все жрать не буду буду ходить только на стройке так вот видите мы вот с того конца начали короче загружать в квартиры паркет восьмером вот мы практически все вот это вот сделали всю гряду мы сделали видите всю гряду его сейчас вот товарищи мои робчат поскольку мы слишком быстро сделали да слишком быстро мы его сделали во все квартиры загрузили паркет и теперь нам вместо того чтобы нас отпустить домой нам дали еще большие дома страна до закончен а паркет находится вот видите где далеко то есть надо остатки собирать везде остатки вот эти собирать и таскать их вот сюда в общем ваше пророчество сбывается сегодня я действительно похудею на 8 килограмм так вот такие здесь квартиры дом вот такой вот новый дом состоит из вот такой балкон в лоджии новый дом на этом этаже на мансардном этаже комната маленькая заначка здесь здесь ванна вот такая спальня это третий этаж здесь вот у нас второй этаж вот сюда принесли паркет картон спальню виде какая такая просторная спальня видимо это родительская мастер бедро здесь еще спальня и такой вот маленький балкончик это второй этаж лестница здесь туалет ванна далее спускаемся на первый этаж здесь мы видим уборная душевая кабина туалет вход парадный вход зал и кухня довольно таки просторно кухня совмещенный зал сразу вид на соседний дом такая вот квартирка двух в доме на двух хозяев ребята вот закончил иду с этой с паркета по корейским аром называется паркет работа у нас была по словам этого хозяина до пол пятого поскольку мы сразу по обеду пошли работать растаскивать эти эти паркеты по квартирам мы соответственно должны были закончить пол четвертого до пол четвертого мы работали там короче даже у нас когда дал этот дом напротив тоже его доделали там четвертый этаж с верхнего начинали четвертый половина третьего сделали две квартиры не одну а две квартиры в одном доме время было пол четвертого приходит этот хозяин и говорит там да там-то сделали да там-то там-то сделали то ну дай говорит еще двоих надо еще горит занести по два две коробки ламината там на квартиру в других домах я бы как его мы вот это нас тут и так не хватает на даже паркет еще речи собирать через дорогу по всей по всему объекту году не сможем и кто-то ему говорит там мой такой а мы горит после обеда сразу пошли работать то есть мы должны типа в пол пятого уходить дом я психонул к психону горит ведите говорит все вот это доделайте говорит видите я был переводчиком так неприятно мне было вообще все это слушать честно вам скажу кто работал в корее то знает что такое когда ты делаешь одно думаешь что у тебя сдельная работа сдельная работа называется ярикири думаешь когда у тебя ярикири оказывается у тебя не ярикири а просто ты должен работать до конца рабочего времени и соответственно слишком быстро сделали ну может быть там как-то это перекуривали тоже на все равно жарко же улице бригаде появились разногласия короче не знаю чем это закончится там действительно был кипиш с этим хозяин там там не только я высказывался это все большая часть бригады предъявляла говорила отчеты там мы же говорит это поели не отдыхали час не должны короче сразу идти сейчас уже время уже пол четвертом мы должны уже ехать тоже психом извиняюсь психанулка и это отправилась домой не знаю заплатят нам нет завтра должны утром перевести средства на карту посмотрим покажу вам чем это все и расскажу чем это все закончилось такая бывает и такие бывают ситуации на арбайтах поэтому язык надо знать язык обязательно когда идете на арбайт составе иностранцев надо язык знать ладно ну и не лениться сегодня я точно не ленился видите какой загорел по вашей просьбе скинул даже килограмма два наверно скину так что сегодня я молодец увидимся завтра утром выбил раннее утро воскресенье 7 15 вчера мне пришло сообщение могу ли я выйти я согласился поскольку мне надо сбрасывать вес как вы меня постоянно об этом просите и желаете чтобы я стал трудоголиком вот я и удовлетворил ваши пожелания сижу около биржи отсюда я уже попадал на гальванику и через на по полчаса поедем не знаю куда надеюсь я там похудею на два килограмма на рынке труда все спят поскольку воскресенье работы очень мало дают работу воскресенье не всем а тем кто действительно хочет по ну и немного заработать если получится покажу чё там назову ну что как у меня было в последний раз там отбирали телефоны и все это жёсткий там контроль был за рабочими заработщиками если получится то покажу не получится возможно расскажу и вам будет интерес короче попал вот одни швили раков рельсы видите вот такие вот спалки рельсы их надо подвесить сюда ну а теперь я действительно по вашей просьбе похудею красоты вот 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 это кстати одни из самых дорогих перчаток вот вы видите вот 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 в воскресенье за воскресный день заплачивает до с полдевятого до полсестого сто двадцать восемь вот если скорейский плану примерно 100 долларов много русскоязычных если получится да покажу завод большой тут одни спал и и крик рейс швеллера короче тут наверно самый маленький если получится покажу процесс работы если получится начальства может быть и мало будет поэтому посмотрим ну и вот детали будем подвешивать на крюки они будут идти на покраску и снимать а обычная работа вот такой детка столовая закрыта сегодня это воскресенье съедят привозную с ресторана это такая лапша в соусе в соусе всем приятное Украинцы, а я не знаю, узбеки Попробуем, что за лапсан? Называется Чадян Мюн Здесь готово сажать, уходит, покрашиваем сюда Сюда выходишь, покрасим Ребята, сегодня у нас понедельник Я вот на своей работе, на сошлись Работаю на своей работе Понедельник, вторник, пятница, суббота В следующей четверке отдыхаю Ну и иду, соответственно, нам подробно Так вот, за стройку, где я разносил паркет Заплатили 130 тысяч лон Примерно 100 долларов На следующий день в 8 утра Вчера, в воскресенье, я работал за 128 тысяч лон Это примерно тоже 100 долларов Ну, грубо говоря, работал я до полше 100 С 9 до полше 100, поскольку это воскресенье А воскресенье доплачивается Как за воскресенье И в понедельник, в вторник на той неделе Я отработал на своей работе Примерно по 130 тысяч лон В день я получаю Ну, тоже где-то 100 долларов в день Работал я Ну, поскольку у меня годовой оклад Дон-дон Около 40 миллионов В год В день у меня вышло 130 тысяч лон Работал я Один день до 5 Другой день до 7 Ну, поскольку работы нет у нас Работы мало Сейчас мы так-то Теоретически отдыхаем В электронике И на автомобильной промышленности Как вы видели По гальваники Производственные мощности Заняты не полностью Есть тут Простой В общем В электронике я отработал На своем Заворе Где я постоянно работаю Уже 10-3 дня То есть За 390 тысяч лон Один день на гальваники Короткий день До полшестого 90 тысяч лон Примерно 70 долларов Один день У меня был длинный За 120 тысяч лон Ну, скажем так Грубо Скажу 90-100 долларов В общем Итого За неделю Я отработал Был занят 7 дней То есть Полностью неделю Я отработал Был занят Всю неделю Часть на своем заводе Вот на этом Часть ходил на арбайтах Четыре дня я ходил на арбайтах Три дня я работал на своем заводе И в итоге Я заработал 860 тысяч лон 860 тысяч лон Это примерно 650 долларов Или 52 тысячи рублей В неделю Грубо говоря Не знаю, когда вы посмотрите Этот эфир Курс лона По отношению к доллару Плавающий Так же, как и рубль Нестабилен Поэтому Озвучиваю Примерные Цифры Своих Эльтанов И своего завода Вот такая вот Неделя у меня прошла Плодотворная Редко выпадает Когда я попадаю В субботу И воскресенье Просто я Вчера бы я не вышел Мне пришло сообщение С той биржи Где я работал На Гармане Предложили выйти На подработку На Швеллера Где я был вчера И там я В общем Проработал нормально До полушестя Конечно же Я устал за это Время За 7 рабочих День на день Устал Сегодня потихоньку На своей работе Я восстанавливаю силы Еще Завтра я поработаю В среду и четверг Я вероятно Опять пойду На Арбайпе Не знаю куда В общем В пятницу Субботу Я работал На своем Заводе Не знаю Будет ли Работа в субботу Ее может и не быть Если не будет Постараюсь Выйти на Арбайпе Показать Ну такой вот Обзор Зарплаты Я вам сделал Но такая зарплата Не у всех У многих Значительно меньше Вот на Швеллерах Где я работал Вчера Там постоянно Сверхурочные Они работают С полдевятого До полдевятого Двенадцать часов Получают примерно 100 долларов В день И суббота Воскресенье Они тоже Уходят И где-то Чуть больше Уходят Примерно 700 долларов За неделю За 7 дней Если выпадает У них Работа В воскресенье Она тоже Не всегда бывает Но так получилось Что вчера я попал Ну Надеюсь Вам было интересно Показывал я Все по факту Да Начиная с Гальваники В этом видео Вы увидели Работу на стройке И на Швеллерах Все вам показал Что вы Удостоверились В том Что я Не преувеличиваю Ничего Ну кто был здесь Он все знает И работал я не один Они Некоторые стали Моими Подписчиками И подтвердят вам это Что это Действительно Вот такие заработки У нас В Южной Корее Еще хочу сказать Что Вот помимо Арбайта И своей работы За полтора месяца В Ютубе За которую я Включил монетизацию После набора Тысяч подписчиков Я заработал Примерно 12 долларов С того момента Как только Я подключил Магнитизацию Все говорю Правду вам Ничего не скрывая Как есть на духу Показываю Все вам В общем Если кто пожелает Задонатить На развитие Моего канала Буду благодарен Вам за это И постараюсь Также честно И достоверно Показывать вам Ситуацию На рынке труда В Южной Корее Делать интервью С простыми И интересными Людьми А также Показывать Свою семейную Жизнь Влог Из Южной Кореи Ставьте лайки Пожалуйста Уважаемые Подписчики Делитесь Видео Устанавливайте Замеление Пишите Положительные Комментарии Предметные Комментарии На которых Я на все Практически На все Я отвечаю Пока У меня Не так много Я могу Это делать И в общем Увидимся До новых встреч До свидания